На днях работники гидрометслужбы отметили свой профессиональный праздник. Проверенное временем методы и современная электроника. Как сегодня могилевские синоптики прогнозируют погоду. Ответы у нас. Утро работника облгидромета начинается с получения и анализа данных с метеостанций. Дальше инженеры проводят свои наблюдения. Здесь, на месте. И фиксируют вот в такой бюллетень. В нем находятся данные за последние сутки. Минимальная и максимальная температура. Уровень осадков, влажность, ветер. Плюс мы делаем обзор за прошедшие сутки погоды. А также в бюллетень помещается карта приземная. И, соответственно, прогноз погоды на сутки, ближайшие трое суток. И на последующий предварительный прогноз. Чтобы составить один прогноз погоды, синоптику нужно обработать огромный объем информации. Начинают с таких синоптических карт. А вот и могилев. Зеленым цветом определяется зона осадков. Желтым – туман. Красным и синим – направление холодного и теплого воздуха. Но и это не все. Еще обработка радиоладскационных карт. Обработка аэрологических карт. То есть спутниковая информация. Плюс информацию, климатические данные. То есть те данные, которые сохраняются и которые климатологи ведут очень много лет. То есть многолетние данные. Всего в службе Могилев обл. гитромета трудится 127 человек. Конкретно в Могилеве свои наблюдения проводят 40 специалистов. В нелегкой работе с погодой помогает, конечно, электроника. Автоматические системы измерений. Все данные приходят на компьютер. Есть и такая радарная карта. Особенно красивый вид имеет летом. Когда проходят грозовые, ливневые осадки, то есть мы тогда прекрасно видим картину, как смещается фронт, как наблюдаются осадки и через сколько они будут подходить, то есть с какой скоростью движется фронт. То есть вот сейчас тоже вы видите небольшая облачность и небольшие осадки в Гродненской области проходят. Ну, у нас в Могилеве, видите, все чисто, нет облаков, чистое осеннее небо, прекрасная погода, шикарная. Несмотря на введение новых автоматических технологий, большинство замеров все равно делают вручную на специальной метеоплощадке. Например, нужные температурные данные берут из этой коробочки с термометрами. И так каждые три часа. Кстати, свои практические навыки работники гитромета применяют и в повседневной жизни. Достаточно просто посмотреть на небо. Мы, глядя на облака, уже можем сказать, испортится погода, или, допустим, скоро пойдет сильный дождь, или погода, наоборот, улучшится. То есть облака, когда ты за ними наблюдаешь, они очень много могут сказать. Сама Наталья в наш гитромет попала 22 года назад. В своей практике видела немало интересных природных явлений и даже зафиксировала погодные рекорды. Это была Могилевская весна, 15 марта 2013 года. Погода была примерно такая же, солнечная и теплая. Снег практически растаял. И весь Могилев ждал весну. Ну, не тут-то было. Пришел очень мощный снежный циклон, которого не было у нас в Республике Беларусь вообще никогда. Это был зафиксирован самый снежный циклон, имя у него было Хавьер. Тогда выпали очень сильные осадки, были заносы на дорогах, было даже приостановлено движение. Многие люди не смогли выехать и на работу попасть. Многие с работы не могли попасть, поэтому вот очень мне запомнилось. И снег очень долго лежал, вот такими большими сугробами. Кстати, первое метеонаблюдение начали в Могилевье еще в 1809 году. А вот современная гидрометслужба в этом году отметит свое столетие. Конечно, за это время появились и традиции. Причем не только отмечать профессиональный праздник. Нередко в гости к синоптикам приходят маленькие могилевчане. Вот, например, на экскурсию заглянули шестиклассники. Мне больше всего понравилось, что там было на улице, там было очень много разных этих вот измерителей. Ну, насколько вообще было интересно? Так погоду мы по телевизору слушаем, видим. А как вот изнутри это посмотреть? Ну вот, вблизи больше интереснее, больше узнаешь чего-то. Приглянулась и вертушка-измеритель скорости потока. Сейчас удивить детей не так просто. Но вау-эффект бывает. Конечно, мы ждем детей. Приходят и дети, и студенты. Для нас это не новинка. Всех ждем, все расскажем, все покажем. Ну, конечно, деткам сложновато, может, возможно, информацию эту воспринимать. Она такая немножко тяжеловатая, все-таки и техническая такая, специфика такая. Но для студентов, особенно, которые смежные с нашей работой, то очень даже полезно бывает сюда прийти. Они все спрашивают, вопросы задают. Им интересно, конечно, послушать. Удивить можно и взрослых. Вот вам сертификат и паспорт погоды. Сделать его можно на любую важную для вас дату. Кроме поздравлений, здесь указана точная информация о погоде в Могилеве и области. Что ж, а мы ждем потепления. Согласитесь, гулять по Могилевским улочкам гораздо приятнее в теплую и солнечную погоду.